Сейчас мы реализуем алгоритм, решающий задачу о непрерывном рюкзаке. Давайте сперва посмотрим на имеющийся у нас шаблон для этой задачи. Мы подключаем нужные заголовки и заводим класс, в котором будем хранить данные об имеющихся у нас вещах. У каждой вещи есть вес и ее стоимость. Функция, которая будет определять наибольшую стоимость вещей, которые можно поместить в рюкзак при заданной его вместимости и заданных вещах, которые мы можем в него класть. Называется у нас GetMaxKnopsAppLine. Прежде всего, мы считываем количество вещей и вместимость рюкзака. После этого считываем данные самих вещей, вычисляем максимальную стоимость вещей, которую мы можем положить в рюкзак и выводим ее. Как работает сама функция? Она перебирает все вещи в том порядке, в котором они были переданы. Если вещь может целиком вместиться в рюкзак и при этом еще останется место, то мы ее берем и прибавляем ее стоимость к стоимости ответа, а ее вес вычитаем из вместимости рюкзака, потому что соответствующее пространство будет занято. В противном случае мы берем ту часть вещи, которая все еще влезает в рюкзак и завершаем перебор. Найденную стоимость мы возвращаем. То есть данный алгоритм жадно перебирает все вещи в том порядке, в котором они переданы, и если может, то помещает их в рюкзак. Если не может, то заканчивает выполнение. Очевидно, это неправильный алгоритм, но как-то он работает. Продолжение следует... Продолжение следует...